Сегодня, как говорится, здесь вам всё. И дефиле в нарядных костюмах, и выставка цветочных букетов, и трогательные педагогические встречи. На каждом пятачке во Дворце культуры радостные и сиюминутные разговоры о том, что волнует учителей. Вот только что невольно подслушали разговор двух директоров. Из разговора поняли, что директор 21-й школы ждёт 16 сентября, потому что школе исполнится 20 лет, хотя это самая молодая школа. Я надеюсь, что в этом году у нас тоже будет очень много преобразований, и различных. В честь юбилейного года, в юбилейный год мы вступаем 16 сентября, у нас запланировано очень много интересных мероприятий, запланировано много встреч. Это встречи с педагогами, которые работали в школе, это встречи с учащимися, которые были выпускниками нашего образовательного учреждения. Это, конечно же, серия интересных и увлекательных, познавательных мероприятий. А ещё из разговоров педагогов 18-й школы узнали, что в них новый директор. В этом году у нас много перемен, много перемен в этом году. У нас новый директор, новые какие-то надежды, планы. В принципе, как каждый год, с новыми надеждами на успех, мы вступаем в него. Оказалось, что все свои 56 дней отпуска педагоги не только отдыхали, но думали и об образовательном процессе. Я, в свою очередь, все книжные магазины в городе Кантеренбурге прошла. По интернету несколько дисков и учебников заказала. Так что, ну и в библиотеке в школе у нас пришли те же самые учебники, которые вот здесь. Так что, вот. Директора спортивной школы встречаем с букетом цветов и стремящимся в зал. Торопится. У меня в спортивной школе молодой специалист приходит. Корсев, Севолод, вместо папы, Севолод Владимирович, да, да, да. Он приходит, вот. И мы его будем поздравить вот с этим прекрасным букетом, с этим замечательным праздником. Молодой специалист, молодой работник, новая энергия, новая. Вот хотелось бы так. В зале нарядно и красиво. И как в песне. Аромат духов, так манит. Учителя во всеоружии и красота, и ум, и талант. Все это скоро подтвердит цифрами и фактами начальник управления образованием. Но в начале глава города Дмитрий Филиппов благодарит учителей за рекордное число медалистов в прошлом учебном году. Это было 24 золота и 15 медалей из серебра. Кроме того, на 11-й по счету торжественной церемонии вручения премий попечительского совета было названо 30 одаренных детей Полевского городского округа, 40 талантливых педагогов, 10 сильных и ловких спортсменов, 4 самых добрых и необыкновенно чутких воспитателя. В 2011 году на территории Полевского городского округа мы снова начали свою работу два регистрируемых детских садика. Один в южной части города, другой в северном. В этом году эта работа продолжается. И в декабре месяце мы должны вернуть детям 60-й детский садик. И строится впервые, опять же, во многих последних лет строится новый детский садик на 135 мест в районе центральной южной части города. Кстати, вот в пятницу позвонили с правительственной области и на его строительство нам выделено дополнительное денежное средство. Дмитрий Васильевич подчеркивает, что в этом году все образовательные учреждения были приняты комиссией с первого предъявления. Спасибо шефам, учителям и родителям. И уж тут же впервые наставления и пожелания на новый учебный год. Например, заместитель председателя Думы Константин Поспелов просит педагогов научить детей отвечать за свои поступки. А директор по управлению персоналом Северского трубного завода Владимир Зырянов настойчив в пожелании воспитывать трудолюбивых и спортивных школьников. Говорит, что на заводе разработан новый интересный экскурсионный маршрут для учащихся. А уж чтобы учение было успешным, шефы постарались. Когда вы увидели, как на начальнике цифров, то шефы школы с таким удовольствием приходили докладывали. Все, у меня школа принятых вопросов нет. Поэтому такое чувство, что будет у них есть. Начальник управления образованием Елена Пентегова сообщила, что в результате реализации комплекса мер средняя заработная плата учителей теперь сравнима со средней заработной платой в экономике города. А в четвертом квартале 2012 года она должна достичь 25 тысяч. Впрочем, считает руководитель, здесь не должно быть уравниловки. Зарплата должна зависеть от конкретных результатов. Не обошлось и без критических замечаний в анализе. Это невысокий уровень качества образования в двух школах Полевского городского округа. Недостаточный уровень индивидуальной работы с обучающимися. Слабая интеграция между основным и дополнительным образованием, а также между основным и дошкольным. В ближайшее время образовательным учреждениям необходимо определиться с типом и направленностью учреждения, продолжить изменения кадровой политики на местах, обеспечить дальнейшее введение образовательных стандартов. Мы сегодня услышали роль сообщества нашего города в образовании. Мы услышали очень значимый момент аттестации педагогических работников. Елена Викторовна подчеркнула, что какие-то моменты у нас идут лучше на уровне области, какие-то моменты хуже. Допустим, по аттестации педагогических работников наш Полевской городской округ немножечко отстает, потому что средние цифры в области педагогов на высшую категорию, доля педагогов на высшую категорию в области 90%, у нас в городе 80% с чем-то. Доля педагогов в дошкольных образовательных учреждениях, аттестованных 80% с небольшим процентом. По Екатеринбургу 90%. То есть сегодня очень много цифр, очень много сравнений, очень много значимых моментов звучит в докладе начальника управления образованием. А в зале в это время выступала педагог со стажем работы в один учебный год. Однако уже сумевшая понять, что молодой педагог только в том случае может состояться, если рядом будет серьезная поддержка учителей-стажистов. Поняла учитель Галина Малеева и то, что заработная плата учителей не должна увеличиваться за счет их двойной нагрузки. Хочется верить, что и в дальнейшем уровень заработной платы учителей будет повышаться, причем не только за счет увеличения нагрузки. Ведь на сегодняшний день в структуре заработной платы оплата в очной деятельности составляет от 40 до 50%. Остальное – это доплаты на папки и премии за выполнение дополнительных обязанностей, качества работы. Поэтому у педагогов, тем более молодых, нет ощущения защищенности, уверенности, стабильности заработной платы. И, как водится на августовских конференциях, здесь сегодня все получили по заслугам. Что называется, по труду была возданная честь. Педагоги-стажисты и только начинающие, но талантливые из рук главы города получили почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации за эффективное внедрение новых образовательных стандартов, за эффективную работу, за профессионализм. Кроме того, представитель из Министерства общего и профессионального образования области вручила почетные грамоты учителям, работникам дополнительного и дошкольного образования. Получали заслуженные грамоты и школьные секретари, и библиотекари, и даже сторожа. И на августовской конференции сказали спасибо за труд, уходящим на заслуженный отдых директорам школ. И поздравили с новой должностью новых и молодых, с новым взглядом на образование директоров. И, конечно, по традиции, приняли с нежным вниманием и радостью в свои ряды только-только окончивших учебные заведения специалистов. Сказали им напутственные слова, но, как видно, эти слова подошли сегодня для всех. В добрый путь, учитель! Ольга Фролова, Константин Миронов. Новости нашего города. Спасибо.